В России у нас есть профессионалы от бодибилдинга в различных номинациях. Подвижки, положительные, отрицательные, на твой взгляд, какие-то имеют место сейчас в России в связи с этим связанные или нет? Появился Светлана Ерегина, твоя подопечная стала профессионалом. Кто там у нас еще за последнее время? Гусев в шортах. У нас есть Лисуков, Леонов, Огринский, Володя, заплатил взнос, готовится к соревнованиям. У нас возможно появление еще других профессионалов. Местных, не местных, из Питера, из Москвы. Вероятность того, что данное направление дальше будет развиваться в России, она существует. Да, то, что будут дальше ПРО. Да. И для чем становиться ПРО вообще? Что это дает? Не, ну... Вот ты был, получил статус ПРО. Раз вышел, два вышел и стал профессионалом, но в другом чуть-чуть. Так, объективно, если смотреть, ну... Если объективно... Ну, не каждый человек может себя объективно оценить, да? Есть смысл, на мой взгляд, перейти в ПРО просто, чтобы так... Как вот я закончил свою карьеру, думаю, ну хоть раз-то я должен съездить в Америку и постоять. Я понимал, что мне уже много лет, и что вряд ли я подпишу с кем-то контракт в 37 лет, да? И я съездил, постоял два раза, ну и понял, что время нет у меня, лучше займусь там... Саш, ну ведь не будем лукавить, я тебя сейчас перебиваю на 2 секунды. Когда указывается, что Вишневский и ФБПРО, то есть это дополнительный стимул для... Ну, когда мне сейчас про меня пишут, а ФБПРО... Тебе уже не нравится это? Да, конечно, какой я ПРО, я уже давно не ПРО. Сань, зря, зря. Ну как, во-первых, надо продлевать это ПРО. Я ничего не продлеваю уже 10 лет. То есть 2 тысячи долларов заплатить непонятно сказать не хочешь, да? Да конечно, если я не ПРО, зачем я буду себя называть ПРО? Но не суть. Если так объективно переходить в ПРО, есть смысл только тогда, когда ты реально можешь оценить свой потенциал. Что у тебя действительно есть шанс подписать контракт, что ты медийный. Что значит подписать контракт, Александр? Вот я, например, привожу в общение свое с Занисом Вольфом. Когда он приехал и как у него карьера складывается. Он выиграл мир, абсолютку. Причем так с первого раза в Китае. Вернулся, говорит, домой и уже вижу у меня по имейлу контракт. То есть люди увидели его генетику, узкую талию и потенциал, да? Конечно, надо переходить в ПРО. Вот. Но не каждый человек себя может так вот критически оценить. Хочется, ему кажется, что я все равно добьюсь, там я пробью. Ну, иногда такое тоже получается, но приходится стоять в длинную очередь. Опять же. Ну, если говорить про наших ПРО, то, мне кажется, у Кадзоева потенциал есть. Опять же, если он презентейшн улучшит свое, да? И будет более, ну, медийным или общительным. Узнаваемым, общительным и все остальное. Потому что, ну, конечно, все равно же все ПРО в основном тусуются в Америке. И, естественно, они тоже смотрят, с кем заключать контракты, да? Чтобы сейчас с человеком было общение, чтобы у него были фанаты. Все это завязано на продажах, там, спортпита и так далее. Вот. Лисуков. По-моему, у него, в принципе, это все есть. Только до сих пор не сделал форму. Ну, мы надеемся, что он ее все-таки сделает, да? Ну, да, я надеюсь. Мы каждый год это надеемся. Мы все каждый день говорим, Леша, давай. Каждый год. И надеемся, что в этом году... Причем как-то там говорят, что вот фанаты слишком так отнеслись, так вот раскритиковали Лешу. Ну, опять же, эти же фанаты и надеялись, что он покажет форму, и болели за него. И, конечно, разочарование приводит к тому, что они начинают вот так критиковать его. Ну, надо просто постараться оправдать надежды фанатов. А вот ты к такому разрезу как относишься к такому вопросу? Что, на самом деле, ты говоришь, контракты, контракты. Контракты можно получить не только выступая на сцене, занимая первые места. И даже будучи генетически одаренным. То есть я могу тебе привести кучу немцев, фриков, которые не занимали никогда места, но, тем не менее, пользуются в Германии таким уважением и такими зарплатами, используя только свою медийность, свою работоспособность колоссальную. То есть посещение всевозможных мероприятий, все, что связано с бодибилдингом, с фитнесом. То есть контракт они сами себе создают, сами себе подбивают статус. Я так думаю, что, как пример, можно брать ту же самую Светлану Ерегину. То есть статус профессионала – это невозможность заработать только 2000 долларов на победе в каком-то турнире. Но, наверное, все-таки приехать на этот турнир, представить себя, показать. Все связано, даже проведение семинаров, да. Вот ты, ну, даже Света Ерегина, я знаю, что у нее там и ВКонтакте куча подписчиков. Она проводит регулярные семинары. Это создает еще большую рекламу ей. Опять же, это хорошо ее спонсорам. Все в занятости. Да, то есть если подвязался фитнес-хаус под нее, то фитнес-хаус тоже от ее работы получает определенные опосредованные, а неопосредованные дивиденды в денежном исчислении, в моральном, физическом. Света опять же развивается. То есть я как раз лечь веду о том, что заработать, получая первые места, невозможно. И только первая пятерка на Олимпе на самом деле сейчас имеет контракты, когда нужно получать деньги и ничего делать. И пятерка на Олимпе именно в бодибилдинге, я не говорю… И при всем при этом они очень медийные. Они не зацикливаются в себе. Они не зацикливаются в себе, да. Вот Вульф, он там каждые две недели где-то выступает, семинары проводит. Только за три месяца до Олимпии он никуда не ездит. Ну так это уже другое, это уже фаза окончательной подготовки. А все остальное, как только он прекратит, про него завтра забудут, правильно? И отношение к фанатам. Он прямо вот даже в Кирове он три часа стоял и со всеми фоткался. И он понимает, очень относятся они уважительно ко всем. Стараются никого не обидеть, там до последнего автограф раздать. Ну давай как бы немножко подложим вопрос. Давайте скажем так. Равняйтесь на Светлану Юрегину. Можно так сказать? Ну, не только на Светлану Юрегину. Я к тому, что есть другие примеры, но тебе сейчас это и ближе. Хотел бы пожелать именно спортсменам, чтобы они не зацикливались как-то вот как отшельники. Я про, мне должны. Да, да, да. Я про и я буду работать и буду зарабатывать. Да, сейчас же в наше время, когда есть интернет, надо именно вот общение, общение. И само собой тогда будут и контракты, и фанаты, и все одно к одному. И все-таки такой провокационный вопрос. На сегодняшний день, за всю историю российского бодибилдинга, кто лучший профессионал? А, вот если взять всех, да? Всех, да. От Николая Ясиновского и заканчивая. Именно если говорить про тот фурор, который человек произвел, когда он выступал в своей лучшей форме. Наверное, это Федоров, я думаю. То есть тогда, когда он вышел рядом с Катлером, когда Катлер немножко подзалился, и все увидели, что вроде Федоров-то выигрывает. Да. Это был фурор, да. 2003 год, Гран-при России. Да, да, да. Федоров и Катлер в одной линейке. Да. К сожалению, что Саша потом не смог такую же форму показать в Америке на Олимпии, но на тот момент, когда он стоял в Москве, конечно, это был фурор. А бывают чудеса, на твой взгляд, бывают чудеса. Вдруг Саша Федоров, блин, говорит, все, на гонках, на машинах накатался, родил, так сказать, дочку одну, дочку вторую. Блин, раз и говорю, буду выступать. В последнее время все чаще мне задает вопрос при встрече, ну как ты считаешь, если я вернусь, то как я вообще, получится или не получится? То есть это он тебе задает такой вопрос? Да, да. Отлично. Он задает. Я говорю, Сань, тут трудно сказать, но то, что ты вдохнул и то, что тебя там действительно там разорвет, и это будет резонанс в интернете и везде, это точно. Он говорит, я вот не могу себе стимул только найти, а какой ты хочешь стимул? Стимул – тот, чтобы доказать, что ты можешь еще что-то и… Он, может вот он умел введу стимул, так сказать, elas эквивалентные в денежном мочистве, нет? Он говорит, что именно… Моральный? Да, именно вот стимул моральный. Я говорю, Сань, ну а какой стимул? Доказать, что ты действительно был супер и ты им остаешься. Что ты красный октябрь? Да. Ну, не знаю. Мне кажется, он так уже отошел от этого режима, от этого жесткого. Сможет ли он снова мобилизовать себя морально на это? Саш, ну, я думаю, что мы гадать не будем, да? А вдруг стрельнет, а вдруг не стрельнет. То есть мы для себя выяснили два момента. Первый момент, что лучший фуроровый, запоминающийся это Федоров. И второй момент, что вернется на Мерс неизвестно, но вполне возможно, что его может разорвать от, так сказать, отпечатлений, от отдыха и всего остального. Ну, да, и будет очень интересно. Да. Все, Саш, большое спасибо тебе. Думаю, что мы по окончании чемпионата еще что-нибудь заснимем с тобой. Окей. Так сказать, подведем результаты работы на этих объединенном, так сказать, мероприятии. И нам будет что сказать зрителям и хорошего, а может быть даже и плохого. Амикс. Амикс. Advanced Nutrition. Presents Amino-LEU Core Benefits Recommended use Amino-LEU Core Only in Amex Продолжение следует...